Ось заговорили мы про глобальное политическое пытание и как раз у нас лидер радикальной партии Украины, ведомый украинский политик Олег Лешко. Господа Олег, добрый день. И в уголе расскажите, как изменился украинский политический ландшафт за последний час вот с началом российско-украинской активной фазы войны. Держимся, обязательно победим. Враг будет разбит. Киев держится, Украина держится. И сегодня на нашей территории идет война, которая развязал фашистский режим в России. Участники этого преступления Лукашенко. И сегодня с белорусских аэродромов авиация бомбит наши города, села, убивает мирных граждан. И мы никогда этого не забудем. Никогда. Скажите, есть украинского политического эстеблишмента разумение, что Лукашенко зараз не представляет белорусов, что белорусы – это одно, а Лукашенко – это другое, что все-таки мы зараз мы бачим и белорусских доброохотников, которые воюют за Украину и великий сбор допомоги, что все-таки белорусское громадство с Украиной. А оккупационный режим, который также является часткой путинского режима, теперь можно сказать, это совсем меньше. Есть вот это разумение, есть некая воля, чтобы это трансливать? Лукашенко враг и предатель белорусского народа. Потому что Лукашенко сделал самое большое преступление. Он поссорил белорусские и украинские народы. Потому что когда с территории Белорусии вылетает, расстреливает, убивает украинцев, это самое большое преступление, которое может быть. Украинцы, белорусы всегда были родные люди, всегда были вместе. И сегодня через одного усатого шизофреника, который захватил власть в Минске, сегодня фактически два дружных народа, к сожалению, по разные стороны баррикад. Что должны сейчас самое главное делать белорусы? Вставать! Вставайте и выносите вашу Лукашенко. Ваш Лукашенко уничтожает Беларусь. Вот что делает Лукашенко. Беларусь сегодня фактически колония Москвы. Но Лукашенко подвергает опасности всех белорусов. Потому что война может прийти на белорусскую землю. В результате политики Лукашенко. Лукашенко это поджигатель войны. Лукашенко тягивает белорусский народ в большую кровавую войну. Поэтому белорусы должны защитить себя, своих семей, своих детей. И скинуть Лукашенко. Мы все, украинцы, смотрели, когда в августе прошлого года сотни тысяч белорусов восстали против диктатуры Лукашенко. Где вы сейчас? Почему вы сидите по домам? Почему вы не поднимаетесь и не выносите вашего диктатора, который втягивает Беларусь в войну? Олег, скажите, пожалуйста, такой вопрос у меня ранее. Вы неоднократно подчеркивали позицию того, что Украина, понятное дело, не должна входить в какие-то союзы с Россией. Но в то же время вы так и выступали против каких-то сближений союзов Украины и с блоком НАТО, допустим, с Европейским союзом частично. Вот сейчас как вы оцениваете вообще позицию Украины? Как вы оцениваете действия властей Украины? У вас ошибочно недостоверная информация. Фракция радикальной партии в парламенте прошлого созыва, я как лидер фракции и партии, мы голосовали за изменения до конституции Украины, о том, чтобы Украина была членом НАТО и Европейского союза. Наша фракция, наша партия делала и делает все для поддержки армии, для поддержки суверенитета. Нет никаких сомнений, что Украина должна быть членом НАТО. Потому что, к сожалению, 30 лет, в течение которых Украина была в неблоковый статус, не уберегли от агрессии России, от окупации Крыма, Донбасса и сейчас против большой войны России против Украины. Не просто войны России, а Россией и Белоруссией против Украины. Путин и Лукашенко сегодня воюют против Украины и воюют против всего мира. Поэтому нет сомнений, что Украина должна быть членом общей коллективной безопасности блока НАТО. Один шлях скончить конфликт и все эти речи – это, как вы сказали, взяты вылы и вынести цю скотиняку на вылах. Так вот, вы в общем верите в некое дипломатичное закончение в общем этого конфликта и некие перемены мирные. Потому что сейчас выглядит на то, что все решается только на фронте. Как вы думаете? Путин 8 лет рассказывал, обвинял Украину, что она не выполняет минские договоренности. На самом деле сама Россия не собиралась вообще их выполнять. И нападение России на Украину, признание Россией так называемых ЛНР, ДНР независимыми республиками подтверждает это. Такая же ситуация и сейчас. Россия имитирует проведение мирных договоренностей. На вид понимания мирной договоренности Украина должна поднять руки и сдаться. Вот что они видят. Потому что сегодня Россия хочет уничтожить украинский народ. Они бомбят города, села, они убивают мирных граждан. Там, где нет военной инфраструктуры, там, где нет войск, они все равно расстреливают и убивают. Потому что задача Путина, цель Путина – это возобновление Советского Союза. Или мягкая оккупация, как это с Казахстаном, с Белоруссией, с Арменией. Или открытая война, как в случае с Украиной. Поэтому у нас разные цели. Путин хочет нас уничтожить. Наша задача украинцев, нашей нации, нашего народа – выстоять, выжить, победить. Я абсолютно уверен, что акт о капитуляции России будет подписан в Москве. А Путин закончит, как Гитлер. Либо свои убьют, либо нас, коме подсудимых, в будущем международного трибунала. Вместе с Лукашенко, как соучастником фашистских преступлений российских войск в Украине. Олег, вот вы уже в своем выступлении сейчас практически обратились к белорусам ранее. Но нас также и россияне смотрят на YouTube-площадки и в соцсетях. Хотя в Facebook сейчас уже не смотрят, Facebook заблокировано. Тем не менее, доля наших зрителей в наших YouTube-каналах российских составляет порядка 40%. Вот что бы им вы хотели сейчас сказать? Я хочу сказать и россиянам, и белорусам. Ваши правители делают большое преступление. Ваш кремлевский параноик развязал войну. Он не ценит ваши жизни. Здесь в Украине за 13 дней, 13-й день сегодня войны России и Белоруссии против Украины, уже убито более 12 тысяч русских солдат. За 10 лет войны Советского Союза в Афганистане они потеряли меньше, чем Россия и Белоруссия за 12 дней войны в Украине. Россияне, Белоруссии, если вам все равно, что делается в Украине, подумайте хотя бы о своих детях. Их здесь женут на убой. Их убивают. Их даже не забирают отсюда, убиты. Оставляют собаки, растягивают их кости. Не молчите, потому что война придет в каждый ваш дом. Сегодня бомбят и уничтожают Украину, русские и белорусские самолеты и ракеты. Завтра война придет в ваш дом. И вы должны понимать, что ваше молчание, ваша безучастность, вы фактически становитесь соучастником этих преступлений. Поэтому не молчите. Защищайте своих детей, защищайте себя, защищайте свое мирное небо, чтобы войны не было. Единственная возможность остановить войну, это привлечь к ответственности Путина, Лукашенко, скинуть, убрать их с власти, поменять власть. Потому что результаты этой войны, я россиянам хочу сказать, результаты этой войны будут очевидны. Это развал России. Уничтожение фашистского путинского режима и развал России. Вы же не хотите такого будущего для своей страны. Почему тогда вы нам желаете смертей? Почему вы нас уничтожаете? Почему вы у нас забираете право жить так, как мы украинцы хочем? Почему вы нам рассказываете, как нам жить и что нам делать? Поэтому убирайтесь отсюда к ебаной матери, чтобы ноги вас здесь не было. Ну, вероятно, даже не буду просить пробачивания за это слово. Мне кажется, что сейчас эмоции всех перохлёстывают. И, правда, очень много, когда ты видишь эти кадры с обстрелов, мне кажется, ничего другого в голову просто пройти не может. И вот тут у меня как раз пытание про потенциал стремливания Украины, потому что велася размова об тем, что россиянцы вкидывали вот такие закиды, что, небыто, украинцы хочутся тримать ядровую зброю. А вот, по-вашему, давайте просто подумаем, на кольки у Вогуля гэта сценарь был бы добрый, как у Украины была ядровая зброя, и на кольки зараз гэта реально? Украина сделала большую ошибку, когда в 1994 году отказалась от ядерного статуса и от ядерного оружия. Подписали Будапештский меморандум, который ничего не стоит и который никто не выполняет. Но, к сожалению, сегодня нет возможности, не то что реальной, а даже в мыслях для того, чтобы делать ядерное оружие. Наша сила в правде, наша сила в нашей армии, наша сила в нашем народе, который поддерживает армию. Поэтому, даже если у нас нет ядерной зброи, а в Путина она есть, все равно Путин и Россия вместе с своими пособниками, фашистским диктатором Лукашенко в Белоруссии, они не победят украинский народ. Поэтому это все фейки, которые Москва оправдывает свое вторжение, что якобы они пытаются, чтобы Украина не сделала ядерную зброю. Ничего нового. Гитлер придумал повод для начала войны, Сталин придумывал поводы, Путин делает то же самое. В запасниках российского ФСБ масса провокаций, масса инструментов для того, чтобы совершать преступления, а потом обвинять в этих преступлениях своих же украинцев. За нашей информацией, Россия направила на Белоруссию свои грады, свои установки ракетные для того, чтобы обстрелять территорию Белоруссии и таким образом заставить Белоруссию вступить открыто в войну против Украины. Я хочу предупредить белорусов, когда на ваши головы будут падать грады и ракеты, это российское оружие, это Россия организовывает провокации для того, чтобы обвинять в этом Украине. Скажите, клялас, когда мы зараз тут скажем шмат про режим Лукашенко, может быть, вы можете что-то сказать, так само, как у нас был некий момент позитиву, тем белорусам, которые зараз так само шмат робят для Украины, вот тем людям, которые зараз змагаются в белорусских формованиях доброохотных в складе территориальной обороны Украины, так само в складе инших формований, я ведаю, что в Азове есть такие ребята. Может быть, вы им что-то хотите сказать, именно белорусскому народу, белорусскому громаду? И здесь очень много белорусов сейчас, как волонтеры, работают, помогают украинским беженцам в Польше. Да, может быть, вы им что-то хотите сказать? Это люди, герои, и большое им спасибо. Каждому, кто сегодня помогает Украине защищать нашу страну. Потому что, на самом деле, мы боремся не только за себя. Мы боремся за то, чтобы в Европе не было большой войны. Кремлевский паранойк, Путин сегодня развязал большую войну. Если эту войну не остановить в Украине, она пойдет дальше. Она пойдет в Белоруссию, она пойдет в Европу. Никто не останется в стороне. Поэтому большое спасибо и большая благодарность каждому, кто это понимает. И вместе сегодня с украинцами, с этим большим, огромным, сильным народом борются за нашу независимость. Наша борьба за независимость, это в том числе и борьба за независимость Белоруссии. Освободим Украину. Я хочу предупредить Лукашенко, и чтобы все белорусы знали. Если хотя бы одна нога белорусского солдата ступит на украинскую землю с оружием, это закончится тем, что украинская армия будет в Минске. После освобождения украинской земли мы придем в Белоруссию, в Минске, и освободим белорусский народ от фашистского игла Лукашенко. Глядите, тут такое пытание. Вы зараз закранули вельми классную тему. Мы перед этим практически только пару секунд тому прыгадывали выказывание американского конгрессмена Пола Масара, что Украина выратывала Заход. Что по факту зараз Украина ведет войну за европейские каштовности и за каштовности, вось, саправды Захода за право належить до европейской цивилизации. Як, по-вашему, накольки гэта увогуля зараз разумеется, минавіта на самим Заходе, и ци саправды, вось, гэта такий символичный крок, який можа показать, открыть шмат кому в очи на Заходе на тое, что саправды отбывается, и что значит каштовности саправды отстаивать, а не просто про их размавлять? К сожалению, буквально до последнего времени, до начала российской агрессии против Украины, на Западе считали, что политика умеретвы, агрессора Путина, она даст результаты. В то время, когда Украина боролась за особычность своей территории, в Германии укройли пивничный поток 2 газопровод, северный поток 2, бизнесом занимались и все остальное. Потому что считали, что борьба против российской агрессии в Украине, это не их борьба, это где-то там далеко, и их не касается. Это большая-большая ошибка. Такая же ошибка, как делали лидеры Запада в 20-м столетии, перед Второй мировой войной. Когда думали, что дадут Гитлеру судеты, Чехословакию, Польшу, и на этом остановится война. Любая политика умеретворения приводит к тому, что демонстрирует слабость и поискаряет наоборот агрессора для того, чтобы дальше совершать преступления. Сегодня мы видим, что эта политика меняется, что западные страны вводят санкции, предоставляют помощь Украине. Но я считаю, что недостаточно. Бояться, вот НАТО сейчас мотивирует, что не будет закрывать небо от российских самолетов, от российских ракет, потому что это якобы будет прямая война с Россией. Эта война уже идет. Надо говорить и смотреть правде в глаза. Эта война, к сожалению, уже идет. И если эта война не остановить, не победить, не сломать Путина, хребет Путина в Украине, эта война пойдет дальше, на европейский континент. Поэтому никто не должен быть в стороне. Все должны сегодня сосредоточить и силе для того, чтобы остановить эту так называемую непобедимую и легендарную русскую армию, которая на самом деле трусы и абсолютно не победят. Потому что они слабые. За их спиной нет правды. Почему Украина победит? Потому что за нашей спиной правда, справедливость. Мы боремся за свою землю. Мы боремся за свое будущее. Почему проиграет российский агрессор вместе с своим белорусским Холуевым Лукашенко? Потому что за их спиной нет правды. Потому что они фашисты и агрессоры, которые несут смерть на чужую землю. Вот пришли сюда с оружием, здесь же и поляжут. Теперь самое главное – санкции. Мы вчера видели заседание Европейского представителя Евросоюза. Сегодня они анонсировали очередную порцию санкций. Запретить, например, русским кораблям заходить в портель. Это все херня. Это за отсутствие сигнала, а не санкции. 40% российского бюджета в прошлом году – это формирование дохода от продажи нефти и газа. А самая главная санкция – прекратить в Европе куплять нефти и газ. Чтобы сотни миллионов долларов, которые получают российский бюджет от нефти и газа, и они потом идут на финансирование агрессии против Украины. Чтобы у них этих денег не было. Чтобы не было за что воевать. Чтобы не было за что финансировать агрессию. Поэтому настоящие санкции – это не имитация. Вот я слушаю. Вели против России санкции, исключили Россию из Международного Союза по поддержке кошек. Прекрасная санкция. Только эта санкция не остановит российские танки и не остановит российские гради, которые убивают украинцев на нашей родной земле. Поэтому эмбарго, полное запрещение покупать нефть и газ. И не придумывать поводов, что мы не можем прожить без российской нефти и газа. Можем прожить. Сейчас надо не деньги считать. А сейчас надо считать, сколько людей в Европе, в Украине вы спасете, остановив путинскую агрессию. Олег, скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать слова Зеленского? Он только что, буквально недавно заявил на вопрос о возможности признания Крыма и самопровозглашенных республик. Сказал, можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. Вот какие компромиссы могут быть, на ваш взгляд, в этих вопросах? Крым и Донбасс, оккупированный Донбасс неотъемлены отчасти территории Украины. Никаких компромиссов в части территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины быть не может. Мы вернем все наши территории. Легендарная, непобедимая украинская армия, которая сегодня уничтожает фашистов, русских фашистов, белорусских фашистов, которые пришли на нашу землю. Эта армия освободит каждый сантиметр украинской земли. Мы восстановим свою территориальную целостность в границах 1991 года. Да, Олег, зразумело, великий вам дзякуй только за это выказывание. И мне хотелось бы тут дадать, что все-таки, я думаю, фашизм лукашистский. Белорусы свое крышечку инше ставлю не показали. И у меня вот такое пытание на конд минвейта персоны Зеленского. Как вы в уголе зменили про его меркование за последние дни? Потому что мы ведаем, что разные позиции выказывались перед початком активной фазы конфликта, эскалации. Что вы теперь можете сказать про этого человека и про его найдение? Радикальная партия была в оппозиции к власти Зеленского. Сегодня нет никакой ни оппозиции, ни власти. Все, все, независимо от того, где ты в оппозиции или власти, должны защищать Украину. Каждый, каждый, независимо от должности, от любых других заслуг и так далее, каждый все должен делать для победы для фронта. Наша победа в нашем единстве. Наша победа в том, что украинский народ, украинская нация поддерживает нашу самую лучшую армию. Поэтому эта армия победит, потому что за этой армией народ, за этой армией справедливость. Победим, выбьем врага, освободим наши территории, потом возвращаемся к политическим дебатам. Сегодня полный мораторий, полный запрет на любые политические. Все для фронта, все для победы. Ну и финальное питание. У вас радикальная партия. Скажите, Калиласка, по-вашему, на кольки радикализовалися украинцы вось за опошние дни? Украинцы мирный народ. Нам чужое не надо, но своего не отдадите. Когда Путин принял решение в открытой агрессии против Украины, он сделал самую большую ошибку в своей жизни. Потому что война Путина против Украины закончится концом Путина и концом России. Украина победит, Путин враг будет разбит и победа будет за нами. Поэтому народ настроен абсолютно решительно. Я в Киеве сейчас, в Киев стоит и не подпутник, не могут взять мой родной человек. Даже когда белорусы, белорусская власть, белорусский диктатор Лукашенко ставил нам ножа в спину и позволяет России использовать землю Белоруссии для того, чтобы смерть с белорусской земли шла на Украину, на Черниговщину. Мы соседи с Белоруссией по Черниговщине. Сегодня смерть идет оттуда. Мы никогда это не забудем. Мы будем помнить всех тех, кто нам помогал. И мы никогда не забудем тех, кто против нас воевал. И как воздастся каждому. По его заслугам. Да, зрозумело. Соправды вось вельми важно. Вот да, вы взгадали вельми добрую речь, что помнить, кто что робил. И соправды, кто за что отказывает. Великий вам дзякуй, Олег. Будем с вами на сувиде. Может быть, сподзюси, еще будем вас запрашать до нас в эфиры. Соправды вельми цикавая дискуссия. Трмалася. Слава нации. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.